Спасатели и представители эвакуационной комиссии по чрезвычайным ситуациям при горосполкоме и на предприятиях все вместе сегодня собрались не случайно. В Новополске проходят масштабные учения, буквально несколько вводных и каждый отправится на свои позиции. Ведь именно готовность всех служб к предупреждению ликвидации ЧАЭС в мирное и военное время будут оценивать. В поле зрения и еще один показатель. Ежегодно областное управление МЧС утверждает у председателя областного исполнительного комитета перечень мероприятий именно направленных на взаимодействие различных служб городов, области, районов, которые направлены для совместной ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. Ведь чрезвычайная ситуация, она бывает локальная, бывает масштабная. И для ее локализации, ликвидации необходимо задействование всех сегодня служб, организаций. Насколько слаженно службы города умеют взаимодействовать при чрезвычайной ситуации, проверяют на практике. По легенде, в микрорайоне Боровыха при проведении земляных работ поврежден участок газопровода, что привело к взрыву и последующему обрушению здания. Теперь служба города должна оперативно устранить завалы. Под ними, к счастью, не оказалось людей. Зато жертвы были в другом сценарии учений. Так, по замыслу, в результате лесного пожара в 10 микрорайоне ожоги получили 7 человек. К тому же из-за обрывов проводов было нарушено электроснабжение. Как и в случае с Боровухой, здесь все сработали эффективно. Оценить данную ситуацию можно на оценку хорошо. Все службы сработали, выполнили те поставленные задачи и добились все-таки. Действительно, когда мы планируем проводить эти отработки, для чего? Для того, чтобы мы смогли обеспечить взаимодействие между всеми службами. И данный результат достигнут. На протяжении трех дней в Новополске реализуют разные сценарии. Проверяют работу системы оповещения, устраняют последствия ДТП с розливом бензина и возгоранием. И не только. Как отмечают в МЧС, все действия проводятся с полным соблюдением техники безопасности. Могу успокоить наших новополских граждан, что ничего такого не будет. Ничего мы не спалим, ничего не сожжем, ничего не разрушим в плане жизнеобеспечения. Но данные учения мы все-таки должны провести, чтобы впредь, если какая-нибудь ситуация возникает, чтобы мы могли на нее отреагировать, сделать максимум для жизнеобеспечения наших граждан. Как показало время, такие учения действительно важны и нужны. В последние годы в Беларуси участились стихийные бедствия природного характера. И чем лучше не только спасатели, но и все ответственные службы к этому подготовятся, тем оперативнее и качественнее их можно будет устранить. Вы вспомните ледяной дождь, который буквально два года назад прошел перед Новым годом. И здесь не то, что мобилизация всех сил какого-то одного региона. Здесь вся область была мобилизована и работала. И в кратчайшие сроки, в течение четырех дней, несмотря на масштабы чрезвычайной ситуации, свет был восстановлен, электробезопасность объектов и их жизнедеятельность функционировала, то есть не привело к каким-то трагическим случаям.